Итак, всем привет! С вами Дубгай! Продолжаем играть за Османскую империю Виктория 3. В прошлой серии мы наконец-таки наше технологическое превосходство получили. Мы догнали Австрию, которая она все время душила, Францию, которую она все время душила, и уже немножко даже повоевали с этими новыми техами. Но в будущем у нас все только больше будет этих войн, я считаю, поэтому мы докачиваем себе здесь различные техи, ну и побыстрее нам бы выйти в танки, конечно, и с танками уже нормально пушить. Посмотрим, что мы будем делать в этой серии. У нас бесчестий на самом деле очень много, у нас все еще этот бандит правит, блин, 72 года, надеюсь, он быстрее сменится. Хотелось бы мне, конечно, Валахию и Молдавию присоединить, а потом Австрией заняться, но пока что дороговато, наверное, стоит посидеть и подождать. Так что мы будем экономику, наверное, поднимать и добивать наши технологии, плюс-минус. И давайте еще сразу поставим себе закон, нам бы регулирующие органы, чтобы опасные условия работы убрать. Это еще нам повысит рождаемость, точнее, уменьшит смертность, в итоге повысит прирост, я бы сказал. И я думаю, скоро мы выйдем на второе место по населению. Не знаю, в этой серии, наверное, нет, но вот к следующей, или там чуть дальше, возможно. Тем более, что, ну, в Индии прирост, я думаю, небольшой. Да, так и есть, 0.43, у нас 1.62, у нас еще миграция огромная, мы еще захватываем, так что да. Все это реально. И так же, я думаю, скоро мы уже выйдем на первое место по рейтингу. Поехали. А еще тут у нас правительство может поменяться, давайте-ка сделаем его получше. Легитимное правительство всегда лучше. После этого, я думаю, мы еще попробуем парламентскую республику принять. То есть, у нас суннитов мы подавили очень жестко, губернаторов подавили очень жестко. Я думаю, они не должны вызвать революцию. А парламентская республика позволит нам чуть получше правительство иметь. Игра, кстати говоря, начинает потихоньку уже замедляться. Видите, уже идет она не так весело, как в начале игры. Надеюсь, что ситуация не сильно ухудшится еще где-то лет через 10. Хотя, ну, да, уже заметно. Еще я подумал, что раз у нас дофига денег, ну, а их реально уже дофига, пускай у нас будут максимальные зарплаты, минимальные налоги. Можно было бы даже в теории потребительские отменить. Ну, давайте вот эти отменим, в принципе. Пускай население у нас живет и радуется. Инвестпол этот, я думаю, я уже не потрачу. Ну, как, если перейду на новый тех, возможно, да. Пока что я не застраиваю долг в постройке. Я бы все-таки хотел, наверное, договую сварку получить и ее уже, под ней уже застраиваться. Получаем, кстати говоря, эшелонированную оборону, господи. И верным защищаться прям очень солидно. Нас, в принципе, никто тебя пробить не сможет, я думаю, из даже самых последних прокачанных держав. Надо уже дальше вкладывать вот сюда в пятые техи очки исследований. И ждать, пока четвертые исследуются сами. Я все-таки решил радикально повысить нашу производительность в строительном секторе. Поэтому накинул тут очень много строительных секторов. В целом, на самом деле, надо, надо. Потому что у нас инвестпол этот растет. Нам надо его тратить, иначе эти деньги идут в никуда. Поэтому сейчас он у нас увеличится на несколько сотен, я полагаю. Ну и, конечно, все равно тоже тех бы хотелось. Но он пятого тира. А следовать все производство четвертого достаточно долго. А нам нужна армия. О, а вот и регулирующие органы. Что это со мной сегодня? Давайте начнем их тоже выкачивать этот институт. Британия, кстати говоря, судя по всему, революция успешная произошла. Потому что у меня теперь нейтрально с ними отношения, хотя были, по-моему, в минусе. Ну, я не против. Плюс отношения, и вот у нас миллиард один достигнут. По ВВП. Второе место по престижу. Достаточно скоро будет первое, я полагаю. И на то, что население даже тоже, мы на четвертом месте, на самом деле, находимся очень неплохо. Но, на самом деле, это из-за того, что эти ВВП маленькие. Обычно там, не знаю, 15-17 у лучших. А здесь лучшее у Австрии 12, господи. У Австрии, которая, как бы, ну, тоже за счет этого огромного населения свое ВВП создает. И так как мы приняли органы, можно теперь попробовать принять парламент. Или, ладно, нет. Парламент, поехали. И за это небольшое время наш прирост в инвестпул вырос до одного миллиона шести сотен тысяч. Даже семи сотен тысяч. Я бы сказал, солидно. Только тратить их начинает становиться некуда. Надо, видимо, еще больше строительных секторов делать. Но для других, как говорится, вариантов не вижу. Как видите, игра начинает уже подлагивать очень-очень солидно. А вот у нас и принялась парламентская республика. Теперь у нас правительство имеет 100% легитимности. Вот это мне и нравится в парламенте. Можно даже какой-нибудь вот такой вот сделать. Сделать такое правительство. Но, наверное, пока нет. Посидим на сотке. А можно мне подсказку вывести? Да. А хотя нет, слушайте, лояльность это не больше. Так что можно реально и снизить. Рокотверждение это мне не нужно. Потому что здесь у нас то, что я хочу. Здесь что хочу. Введя здесь что хочу. Здесь аналогично. Здесь, в принципе, тоже. Возможно, когда-то права женщин хочу поменять. Но, наверное, нет. Что прирост всегда, в принципе, на дистанции лучше. Так что да, я хочу военных видеть, чтобы у них было побольше довольства всегда. А это я уже не смогу, да? Ну да, это уже слишком. Так что да, вот как-то так. И окей. Местный губернатор уже отчужденный. Мне бы то же самое с суннитами сделать. Потому что они мне доступны с образования. Блин, десятку режут. Хотелось бы мне их додушить. Но я их не могу душить. Потому что... Ну, у меня тут свобода слова. Гарантия свободы. Нельзя. Ой, мы от Османской империи пришли к Турции. Я бы сказал, внезапно с этим парламентом. Но я не против. А вопрос, у нас правитель поменялся? Да. Канцлер. У нас теперь канцлер, ребята. Супер. И он не бандит, слава богу. Теперь у нас нет вот этого дополнительного дебафа на скорость падения бесчестия. В роли правительства у него есть что-то? Да. Затраты на указ. Демонстрация силы. Радикализм политического движения. Плевать. Окей. И здесь привитаться к престижу. Кстати говоря, полуприкольный баф. Хотя престиж ни на что особо-то и не влияет, честно говоря. Ну, нормально. Мы так скоро на первое место выйдем. Тут местные восстали, но я не против. Они просто решили побыстрее в нашу страну зайти. Такое бывает. У нас здесь появляются еще подлодки. Нормально. И порты можно перейти на новые современные. И вообще это должно даже быть нормально, я считаю. Потому что меньше работников требуется. Только за ГСМ у нас будут некоторые вопросы. Кстати говоря, у нас серые вопросы. Давайте их решим. Благо мир тоже развивается. Не только я один развиваюсь. И у стран можно что-то покупать. Блин, как я рад, что ИИшки с одним из моих модов развиваются очень солидно. И у нас, кстати говоря, коновой сразу стало 100 тысяч. В принципе, я думаю, нам хватит это на всю игру. Можно не стесняться и закупать все у всех. Конечно, единственная бюрократия у нас есть. Ограничения, но в остальном сколько хотим. И тут красная угроза у нас происходит в коммунизме в Пруссии. А плюс отношение с Пруссией? Да, я возьму. Это мне нравится. И что ж, мы... В принципе... Господи, грамотность, конечно, сюда скачет. Я полагаю, нам реально, да, мешают суниты. От них бы избавиться. Но вот пока нельзя. Они могут успокоиться, может, в один момент? Давайте посмотрим, что там по законам. Да, парламентская республика им не нравится. Они потом успокоятся, ладно. Конечно, хотелось бы еще здесь вот захватить на образование домик, но и без него пойдет. И вот хотел я захватить еще вот здесь вот в Аллахию, но вижу, что не получится. Чтобы вот этой стране... Почему я не могу их захватить? Видимо, потому что мы вот здесь вот находимся. Если так... Ребят, ну, может, вы меня впустите? А, мы воюем, потому что с местными племенами. Я понял. Ладно, сейчас подождем. Так, и деньги временно перешли в минус, потому что я строю плантации, а плантации из инвестпула не оплачиваются. И казармы потом тоже. Но потом мы вернемся в плюс. У нас, в принципе, запасов тут, ну, очень много. Ну, и в России началась гражданская война, очередная. Остроконя, но... Она что? А, это еще... Ну-ка, ну-ка. Она просто вывалилась. Я понял. Великая княжеца финляндская. Воюют с... Калмыкией за отказ от российских претензий. А? И более того, здесь, смотрите-ка, вывалилась Украина, Литва, я вижу. Может, еще что-то на востоке. А, нет, но... Атабаско. А? Как это получилось? Это хороший вопрос. И здесь тоже повываливалось что-то. Господи, мир просто разваливается. И одна наша Турция невероятно стабильная. Конечно, радикалы появились. Но это уволение от смены домиков. Недавно. Лайлисты же у нас растут намного больше. И видите, лайлисты дают просто очень много одобрения. И в Валахе закончились все события. Давайте попробуем их аннексировать. Что ж, если кто-то вмешается, то, ну, мы готовы. А еще я немножко достраиваю здесь казармы, где получается, чтобы армию еще больше лечить именно регулярно. И особенно я ее достраиваю именно вот здесь вот, чтобы она помогала против австрийского фронта где-то здесь. И все, он будет. Ну и я пока вижу, что никто не спешит за Валахью заходить. И правильно. Турцию не надо провоцировать. И Валахья отступается. Собственно говоря, в Молдавии надо сделать то же самое, но только надо чуть-чуть подождать, пока он у нас в бесчестье спадет, а то ребята в мире обидятся. Так что давайте дождемся, а потом в Молдавию присоединим. Потихоньку, потихоньку мы становимся как раз-таки тем самым великим человеком в Европе, которым мы и хотели себя видеть. И мы наконец вышли на первое место по престижу. В бесчестье все еще чуть-чуть не хватает для Молдавии, так что ждем. И у нас появляется дредноут. То с этим, я думаю, наш флот засияет прям новыми красками. Хоть они не такие многочисленные, потому что нам прям сильно большой флот и не нужен. Но теперь наш косяк ударный должен справляться с любой угрозой. Итак, бесчестье накопилось, можно Молдавию дохавать. Все еще мы прям на грани. Думаю, потом мы пойдем за территориями от Австрии. Ну-ка. У нас тем более это возвращение области. Да, нам сейчас не покажут, но у нас есть по-моему на вот эти две территории. Ну, посмотрим. Сейчас вот этот закончится конфликт. Может за нее, кстати говоря, Австрия зайдет? Нет. Пока что ссыться. Ну, может попробовать призвать. Посмотрим. И они просто отступились тоже. Давайте теперь будем вот сюда. Только смотрим аккуратненько за бесчестьем обязательно. Ну, и да, этот инвестпул сейчас будет бесконечно расти и вряд ли мы его потратим. Можно еще больше построить секторов. Блин, ну и да, надо, наверное, это делать. А еще тут нам надо правительство реформировать. Я вижу, что у нас немножко легативность изменилась, поэтому давайте вернемся к сотке, чтобы иметь побольше лайлистов. Господи, как же их много, как же приятно. Строим мы просто бесконечно. Можем еще больше строить у нас. Ну, просто мы пузырит от строительства увеличиваем и увеличиваем, в принципе. Ну, пока я в целом даже не против. Возможно, даже я захочу потом социалист принять, потому что инвестпул мы накопим, скорее всего, такой, который мы уже не потратим. Видите, у нас денег слишком много. Опять-таки, не было бы инвестпула, мы бы сейчас сидели в минус одном миллионе. И мы бы не доросли до такого вот огромного стрельства, до такого огромного ВВП так быстро. И вот мы уже делаем военные машины, а именно самолетики на наших заводах. И также мы перешли уже на телефонные коммутаторы. В итоге получили 20 тысяч бюрократии сверху. Ну, приятно, приятно. Почему бы нет? Телефоны у нас теперь имеют спрос, самолет имеют спрос. Ну, самолет мы уже заводы строим. А по телефонам, ну-ка, это здесь должно быть вроде как, да. У нас уже наши заводы, в принципе, этот спрос обеспечивают. Отлично. Супер. В производстве радио еще есть. Больше радио, допустим. И мы сейчас что? Мы сейчас скачаем дуговую сварку, но это очки просто заливая, пока у нас здесь автоматические пулеметы сами исследуются. Потом мы сразу исследуем сержантский состав автоматически, и начнем уже делать танки. И вот оно, пулеметы есть. Это есть. Поехали в подвижную броню. И говоря, это тех очень дорого. 35, кстати говоря, да. Это уже со скидкой, по-моему, нет? Да, так и есть. Это уже со скидкой, только единственное, 10%. Могла бы быть и на 20, но пойдет. Качаем сюда, качаем потом химоружие. Ну, на этом моменте мы будем просто полностью готовы. Пока что еще не идем воевать. Давайте дождемся, так сказать, наших финальных оружий. Орудий, наверное. О, вот наши суниты успокоились уже. И не дают нам минус к образованию. Отлично. И можем опять-таки увлечь наше правительство, но только я бы обязательно в него включал вооруженные силы. Которые в коммунистической партии находятся. О! Ммм, намек на социалистическую революцию. Ну ладно, нет, наверное, не будем этого все-таки делать. Или будем, но потом посмотрим. А мы имеем плюс 11 лояльности от них уже, что дает нам баф. Было бы приятно их до 20% влияния довести, но пока без этого. И смотрите-ка, у нас еще ивент появился. Последние монархисты. Мы должны оставить прошлое позади. Кстати, ребята теряют все эти вот идеологии, получают идеологию элитизм. Ну что ж, давайте, да? Почему бы нет? Ну, кстати говоря, путь к социализму доступен. Если мы коммунистам дадим побольше власти. И слушайте, наверное, наверное, я это возьму, но попозже. И вот оно подходит. Танки в нашей турецкой армии. И сразу же делаем военные преступления, исследуем. Соответственно, танки поехали, танки поехали. Здесь вот это, к сожалению, мы не можем из-за призыва поставить. Ну ладно. Смотрим, сколько нам нужно. 8 сотен танков построить примерно. Что ж, не проблема. Давайте посмотрим, сколько у нас будет производиться с одного домика. Вот они. С каждого домика будет производиться 40. Окей. И залагов, знаете, что я подумаю нажать? Здесь есть такая кнопочка Save Your CPU. Всех мы замержим. Ну, во всех странах, короче говоря, мы население замержим в одну культуру или религию. Я думаю, в этом есть смысл. Через, наверное, несколько лет мы эту кнопочку, наверное, нажмем все-таки. Чтобы игра, ну, шла получше. А тем временем начинается, ну, вроде начинается война России, Пруссии и Мексики. А, ну, допустим. Мексика и Интересная Финляндия внезапно. А я думаю, что нам бы с Астрией повоевать. Так что я думаю, мы вот следуем химическое оружие, 6 месяцев осталось. И покажем австрийцам, что такое реальное развитие военных технологий. Потому что пока что они, ну, как вы можете видеть, от нас это стоит очень солидно. И артиллерия, по-моему, у нас, да, поновее. И здесь у нас все поновее. Даже на два теха, наверное. И сейчас еще мы химическое оружие получим, как бы, ну, с военными преступлениями мы это точно не проиграем. А еще у нас тут есть запись в путь социализма. Я решил, что мы все-таки пойдем. Нужно было 15% влияния коммунистов в правительстве. И у нас коммунисты это вооруженные силы, поэтому я немножко помог им набрать влияние. И теперь поехали. Они всегда будут выбирать лидеров из числа авангардистов, коммунистов или анархистов. И у других групп тоже будут шансы на то, чтобы их выбрать. Плюс привлекательность вооруженных сил. Я, в принципе, не против. Народная революция пошла. Нам нужно 5 лет со Советской Республики посидеть. Ну что ж, будем пробовать туда прийти. Но нужно, конечно, набрать коммунистов побольше. Пока что только они за. И промышленники очень-очень будут бухтеть. Если на суннитов и губернаторов пофиг, то промышленники еще имеют какое-то влияние. Так что с ним еще надо будет разобраться. Ну и я думаю, плюс отобретение здесь вот еще наберется. Может быть, сможем через какое-то время. Ну или, конечно же, лучший вариант, когда у промышленников в классе придет как раз-таки один из тех персонажей, что хочется в Советскую Республику. И у нас заканчиваются уже вообще крестьяне. У нас некого на заводы пускать. Вы представляете? Да, безработные есть, но это разбросаны по небольшим количествам. У нас прирост 1,8. Очень солидный, но при этом все еще нам не хватает. Ну, кстати говоря, уже вот-вот, как я и говорил, дойдем до второго места. Осталось 18 миллионов. Так, драк в Африке. О! У меня есть подозрение, что Африка уже все там. Уже победитель понятен. Это Америка и Франция. Ну и немножко Британия. Это они поздно вспомнили. Я думаю, этот институт, кстати говоря, будет выкачать в ноль. Потому что, ну, мне в принципе уже не нужно колонизировать в теории. Тут есть еще что? Вот здесь вот. Но как бы очевидно я уже не буду. Я, как и говорил, только здесь останусь. А в Америке произошло нечто. Американская революция пошла. А, ну там вся промышленность на востоке, так что да. Так что она победит. Интересно только, что там за политики такие. Президентская республика, имущественный центр, здесь тоже самое. А что у них разного, собственно говоря, не очень понятно. Ну, типа да, как-то... Я прям сразу не заметил. Может где-то какой-то отличается за закон. Ну ладно. И мы исследовали себе военные преступления. Давайте уже их... Ставим нашу армию. И теперь дожидаемся, лишь пока все это пройдет переоснащение. И мы будем готовы, собственно говоря, покорять всю Европу. Кстати, я тут немножко смотрел по товарам. И мы производим 82 тысячи ГСМ. Это просто, конечно, невероятные числа. Австрия на втором месте, Америка на третьем. Дальше там Франция, Прусия, Британия. В России ГСМ нету. Ведь ГСМ, так сказать, съели мы. Давайте даже вот так вот откроем. Да, видите. В теории еще там должно быть ГСМ, если я правильно помню. Может быть еще где-то здесь. Но, я так понимаю, вот этот открывается раньше. Возможно, еще в России нет тех, которые его открывают. Вот. Здесь еще есть, видите, ГСМ. Ну и очевидно в Америке. Ну сейчас мы пойдем, я думаю, у Австрии забирать. Возвращай, точнее, нашу территорию. Поехали. И вот оно. Возвращение области. Поехали. Я думаю, время настало. Да, мы еще будем какое-то время перевооружаться. Но, я думаю, это окей. Мы типа во время войны успеем перевооружиться. Пока начнется. Пока-то все. Мы сразу будем, в принципе, я бы сказал, на их уровне. А буквально через пару месяцев, наверное, перегоним их просто, ну, невероятно многократно. Добавно, что возвращение областей требует кучи бесчестий. Еще, ну ладно. Южная и Северная Трансильвания. Мы забираем у них. У них страх. Они могут вообще сдаться. Вообще. Очень легко. Это, конечно, тогда было бы не так интересно. Но, в плане вероятности, что они это и нажмут. Мы еще можем Британию на свою сторону переманить. За договорный порт. Ну, конечно же, мы этого делать не будем. Мы в состоянии одни. Все, победите. Франция поддерживает Австрию. Но Австрия отступается. Ну, что ж. Блин, только теперь пять лет ждать, пока следующий эстет забрать. Но, по крайней мере, мы забрали этот. И давайте-ка, как я и говорил, Черное море сделаем внутренним тоже. Поехали. Россия еще, кстати говоря, в войне с Пруссией все еще находится. Так что, если вдруг Россия откажется сдаваться, то оно там в Францию и Британию могут зайти. Но я не думаю, что она сможет какие-то нормальные ресурсы перебросить на защиту от нас. И смотрите, как здесь выглядит фронт. Вот это фронт. То есть все вот эти вот территории. Даже не отдельно. Жесть. Ну, там минус 111 аж. Они должны сдаваться этому. Я поэтому пока не добавляю никакие доп. Казусы были. Мне, кстати говоря, по-моему, не вернули, казусы были, за то, что мне не дали. Мне должно быть меньше. Обычно они вроде как... Господи. Лечебница за... 665 тысяч. Как бы сильнее уже некуда. Осталось только вот эту теху еще докачать. Но 5% убийств это уже не то, что так повлияет, как танки и химоруши. С ними мы не победим, пока другие страны не следуют их же. А с вами, ребят, был Дубгай. Подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Лайки, комментарии. Все как обычно. И до скорой встречи. Пока.